Здравствуйте! Сегодня я хочу нарисовать вольную копию такой картины. Эта картина, я надеюсь, принадлежит Афремову, потому что выскакивает много, ну, всяких картинок, и в том числе других авторов. Поэтому определить точно, его эта картина или нет, я не могу, потому что нет подписи. Иногда есть подпись, а иногда, вот, может, она обрезана, знаете, вот так фотографию сделали. Но по вот какому-то такому, знаете, чутью уже, я некоторый период времени рисую такие картины, мне кажется, что это, вот, знаете, такой стиль мазка ему принадлежит. Очень мне нравится, и я хочу ее изобразить. Значит, с чего же начинается такая картина для меня. Мы будем рисовать, в общем, вольную копию. Поэтому, если у нас что-то не будет получаться, или что-то мы будем рисовать по-другому, то это тоже нормально. Значит, давайте рассмотрим и поймем, с чего же мы начнем рисовать. Значит, рассматривая картину, мы видим много всего. Но если вы настроение, вот, посмотрите, это картина цветовое, не детали. Какие здесь цвета я вижу. Вот как определить, как это все изобразить на... Ну, понятное дело, мы с вами сделаем карандашный набросок куколки, и дальше-то мы начнем ее раскрашивать. Давайте сначала рассмотрим фон. Такое ощущение, что здесь нарисован огонь. Смотрите, она как будто танцует в огне. Ну, это для меня, я не знаю, вы, может, будете видеть что-то другое. Смотрите, у нее как бы свет огня, вот прям она как в костер наступила. Видите, как же это изображено? Здесь я вижу оранжевые, желтые, белые в середине. По краям такие проскакивают сиеножены, знаете, коричнево-красные. И чем дальше от самой центральной точки огня, переходит в такой холодный оттенок. То есть по краям задан холодный ритм. Ну, вот тут синим задан, да. Но сама серединка, мне кажется, прям совсем черная, видите? Такой бывает, такой, знаете, вот этот цвет, вот сиеножены, выскакивает, когда фиолетовый смешиваешь с оранжевыми тонами. Тогда он превращается вот именно в этот коричневый цвет. Значит, я могу предположить, что автор положил вот такой фиолетовый темный, сделал из него, его сделал, вернее, из красного и синего. Вот именно темные тона. И здесь при приближении к оранжевому, он ему выдал вот такой коричневатый. Тут даже не красный. Где-то выскакивает красный, да. В общем, то, что я вижу, вот интересно, еще вот здесь деталь. Значит, эта часть теплая, видите, теплое даже платье, эта часть холодная. В теплой зоне у него теплые огненные коричневые тона. В холодной зоне он даже поддал вот просто белые с бирюзой и голубым таким цветом, переходящим даже в зеленый, потому что здесь у него голубой и желтый. Что я вижу? Я вижу градиент. Белый, желтый, оранжевый, красный. Переходящий фиолетовый, синий. И точно сюда также уходящий синий. Синие углы нам показывают перспективу. Видите, вот синие углы. Перспективу задается. То есть мы видим туда удаление. При том, что не нарисовано ничего, средина более светлая, кажется, удаление. Края более темные. Это и есть перспектива. Мы здесь видим некое движение. Некое туда движение. Видите? Ну и вот, судя по вот этому платью, та же самая радуга. Смотрите, желтые тона, оранжевые тона, красные, фиолетовые. Желтые, красные. Вот здесь прямо это вот подсвечено. Дальше идут синие тона. В общем, голубые, синие. И также здесь поддерживается во всей кукольке свет, тень, свет, тень, свет, тень, тень, тень показывает удаление, свет, высветление. Скула более светлая, более ближе к нам. Под шейкой у нее здесь темная. Мы понимаем, что там углубление. Свет, тень, закругляет голову. Видите? Средняя часть переходная, более светлая, более темная, более темная. Здесь сделана теневая, синим показано. В общем, здесь полностью ничего не нарушено. Ну, это, естественно, мы разбираем картину художника. Он их рисовал много и очень он знаменитый этим. Но мы разбираем это не с целью изучить, ну, как бы, подчеркнуть его творчество. Нет. Мы пытаемся это запомнить и перенести на свой холст. А поскольку мы, как бы, в этом всем новички, и много мы этого всего не рисуем, и имеем какие-то свои определенные знания, мы должны свои знания сюда подставлять. То есть, вот, попробуем эту картину нарисовать. Получится она у нас, если или не получится, это уже будет наше произведение. Естественно, она будет отличаться, но мы понимаем, что мы должны здесь изобразить. Я, например, для себя удары света, видите, и градиент. Тогда у меня не будет мазни, потому что мазня легко выскочит в таком очень забитом произведении. И еще я его наиболее упрощу для себя по цвету. Наиболее упрощу. Я его сделаю, может быть, чуть-чуть скуднее. Или немножко по-другому. Так что приступим и попробуем вместе со мной это все порисовать. Вот перед вами карандашный набросок. Я взяла большой холст, это 50 на 40. Я люблю этот размер. Это на деревянном подрамнике. Что сейчас вы видите здесь несколько изображений куколки. Балеринки. Когда я начала рисовать сама вот от своей руки и смотря сюда на это произведение, я начала куколку рисовать. Значит, у меня получается такая, как бы, своеобразие. Поскольку я рисую на столе, не вот так, как художники рисуют, то у меня получается вытянутое пространство. Я раньше этого не замечала, сейчас я вообще это вижу в своих произведениях. Значит, когда потом я свое произведение смотрю, это хорошо видно не на каких-то деталях, не на котах, не на собаках, а именно на фигуре человека. Изменяются пропорции, слегка вытягиваются пропорции. Когда вот так холст лежит, и я на него смотрю вот под 45 градусов, ну, примерно, да, то мне кажется, фигура пропорциональная. Но как только я ее ставлю под 90 градусов смотреть, я вижу, что я вытянула пространство. Вы знаете, есть такие моменты, когда рисуют на асфальте. Вы с определенной точки, когда смотрите, у вас складывается, ну, там некая картинка, например, какой-то обрыв. Но если его смотреть сверху на этот обрыв, то получается он тоже вот совершенно не похож на обрыв, он там растянут, но это такой вид искусства. Вот здесь у меня происходит то же самое. Поэтому, когда я нарисовала от руки куколку, я стала сомневаться. Я ее ставлю вот так, и у ней ее вообще пропорции я не вижу. Совершенно. Во-первых, куколка здесь вся в движении. У ней платье, у ней нога одна. Она на ней стоит. По-видимому, она изогнута туловища. И вторую ножку она где-то, ну, как бы пляшет. И вид куколки сзади, со спины. В общем, то, что я нарисовала, мне совершенно не нравилось. Я не могу поймать ее размер. А то, что я вижу на картине, мне очень нравится. Тогда я решила по пути наименьшего сопротивления пойти. Я просто решила скопировать. Я скопировала себе вот такую бумажечку. То есть я расширила через обычную бумагу. Не через копирку, не через следу. Вот обычная принтерная бумага. Потом я ее склеивала так постепенно. И у меня образовалась вот такая, как бы макет. И я этот макет приложила и обвела. Это такое, знаете, наиболее простое. То есть я никаких деталей здесь не прочерчиваю. Я их детали уже здесь дорисовываю. Мне нужен был пропорциональный образ, который у меня не получается. Ну, что сделаешь? У каждого свои особенности. Мы должны себя изучать и стараться сделать правильно, но теми методами, которых вот полно. Пожалуйста, расчерчивай в клеточку. Ну, тогда надо, значит, это где-то на бумажный носитель перенести. В общем, для меня вот это самый такой простой способ. То есть образ, размера куколки я сделала, но остальные уже нюансы. И рассматривая то, что я нарисовала, и то, что я потом... И вы знаете, очень-очень хорошо вот это потом в картине распределить можно вверх, вниз, в стороны, в общем, под размер, потому что холсты же у нас всегда разные. Не обязательно такой холст какой-то там подходящий. Вдруг у вас квадратный холст, и вы сможете вот разложить вот такую... Как бы, может, вот часть ее войдет. Может, вы сделаете размер другой под свою. Я под свой размер это все сюда делала. Я понимаю, что это непрофессионально. Вы скажете, художника так не делает, но я вам скажу, что все средства хороши в живописи. И нормально это, потому что как раз вот такими вещами многие художники очень в тех времен знаменитые. Они проекторы ставили, потом они делали вот такие бумажные образы, рисовали большие все картины, и дырочки вот здесь такие делали. И потом через это все угольной пылью тут они протрухивали, и у них получались точечки тоже вот такого образа, и уже они туда вписывали. Поэтому, знаете, я не считаю, что это какой-то ущерб профессионализма, потому что попробуй впиши еще в то, что ты передрал. Попробуй впиши. Поэтому уже то, что ты впишешь, уже будет принадлежать тебе. Но вот такие создавали они и раньше. Я много изучаю. Вы знаете, что я сейчас тоже там в школе учусь. Но в связи с некими событиями два месяца я уже ничего, конечно, уроков не делаю. Ну, как-то так. Нет у меня настроения, значит, к этому делу. К обучающему моменту. И даже перестала и тут немножко видео выставлять. Но спасибо большое девочкам, которые меня зовут к этому, призывают. Я рисовала, у меня много картин нарисована. Но, вы знаете, бывает такой момент в жизни, когда не хочется разговаривать с кем-то даже о живописи. Просто хочется дистанцироваться от людей. Вот. Так что, ну, это живопись, это такое дело. Вы знаете, она очень помогает. Она помогает нам думать о другом. Не думать о том, что сейчас происходит во дворе. Не думать о том, что происходит в доме. Не думать о том, что происходит в душе. А думать о том, что происходит именно в таком мире виртуальном. Вот здесь. Когда смотрю я на то, что нарисовала, я вижу свои измененные пропорции. Причем, ну, плечо я пусть немножко опустила. Рука почти совпала. Я ее сделала чуть длиннее. Это вообще совпало идеально, но я здесь наклон изменила. Это не так важно. Но вы посмотрите, какой я вижу здесь у себя. Вот талия, как бы, вот эта вот часть прямо совпала, прямо идеально. Но я опустила, сделала ей длиннее талию. Вот насколько. Поэтому и нога у меня перестала вписываться. То есть я туловище очень длинное ей сделала. Она бы у меня тут сильно, в общем, по размеру не подошла. И вот эта рука у меня длиннее. По моим ощущениям, я делала одинаковые руки. Но рассматривая картинку, я вижу, что она немножко в повороте, сама куколка находится. Значит, вот эта рука к нам, как бы, чуть-чуть приближена. Значит, она должна быть длиннее, чем вот эта. Она, как бы, в таком состоянии поворота. Но я это не знала. Как бы не думала об этом. Не думала. Сейчас, ну, я знаю, я же об этом говорю. Но я не думала об этом, когда рисовала. Только когда приложила, в общем, картинку на картинку, я понимаю, что этому надо уделять внимание. То есть поворот тоже здесь есть. В общем, приступаем теперь к рисованию. Вы понимаете, что карандашный набросок в этой картине нужен. Это не так, чтобы мастихи нам создали. Как, например, можно там краской сразу начать рисовать. Раз, там небо, вода. Тут вписала где-то память. Ой, этот памятник. Вписала маяк и что-то, в общем, другое. В общем, эти картинки рисуются по наброску. Во-первых, вы не будете стрессовать. Во-вторых, это все будет удобно. Итак, упрощаем, насколько можно. Сейчас я думаю, ну, как бы, думаю, с чего я начну. С куколки или с, вот, окружающей среды. Я начну с куколки и вписывать в среду буду сразу. То есть я буду рисовать не столько куколку, а потом вокруг нее. Нет. Я буду постепенно все рисовать. Сверху буду идти. Ну, вот, как бы, со средины, потом вверх распространяться. От куколки буду распространять вот так движение. Почему я так буду делать? Поскольку я, если нарисую куклу, то я не пойму, как на ней задавать здесь цветные тени. То есть я должна сейчас создать макет, представить, что я убрала все яркие пятна, все яркие полоски. Что я буду здесь видеть? Я буду видеть, если бы я рисовала, например, кистью, я буду видеть здесь бежевый оттенок лица, коричневый оттенок волоса. Без вот этих вот голубых, там, например, пятен. Будем рисовать обыкновенно. Где-то кистью я буду рисовать. И пятна буду вносить уже потом на нарисованное. Понимаете как? Тогда это у меня все вместе срастется. И пятна буду наносить как на куклу, так и вот тут, по всем этим краям. Ну, вот так будет мне проще. Итак, приступаем к рисованию. Я рисую масляными красками. И разбавляю маслом льняным. Но при рисовании мастихином разбавлять краску почти не надо. Я купила себе краски, заказала на озоне. Вот не хватающих цветов. Видите, пришли краски все пробитые. Не знаю, что они ими там делали. Это вообще все краски перемазала. Но эти не добили. Били, били, не добили. Эту, конечно, вот добили. Это протекает. Но не стала возвращать, потому что и так прождала несколько дней, ничего не делала. У меня кончилась и желтая. Ну, остальные я заказала попутно, потому что там тоже уже мало. Итак, я начну рисовать с тела. Тело я буду рисовать кистью, не мастихином. Мастихином потом задам ритм мазку. Мне так хочется. Это не важно, что автор не так делал. Я делаю, как мне нравится. Значит, очень красивый цвет получается от свин и жены. Я люблю эту краску. И везде она мне применяется, в общем-то, в теле. Мне даже не нужно создавать такой, знаете, бежевый другой. Ну, телесный или бежевый. Мне подходит этот. Я его могу разбавлять более темно и более светло. И он такой, знаете, бежевато получается розоватый и в то же время теплый. Оттенок такой же, желтизной. Знаете, у меня был такой перерыв в рисовании. Ну, не в самом рисовании, а в рисовании на видео. То есть, я в перерыве в Ютубе не выставляла. Тут видео, в общем, отдыхала. Ну, и вообще хотела уже давно это все бросить. Ну, значит, что интересно? Это будет интересно художникам, которые все время обучают. Интересно то, что я поняла, почему мне как бы это все надоело. Надоело. Я уморилась от этого всего. Оказывается, большой труд оказывается, большой труд наговаривать на видео урок. И при этом рисовать. У меня, получается, начало такое, знаете, ощущение сильной усталости от рисования. Но когда я начала рисовать просто для себя, включать музыку, как я делала это раньше, вы сейчас видите, что я делаю. Я сейчас куколку прокрашиваю всю одним вот таким бежевым тоном. Он как бы усредненный. Он не сильно темный и не светлый. Я все тело одинаково прокрашиваю. Это мой стиль. Мне так проще потом сделать световые и теневые. Как другие делают это? Они до того пришли, ну, мысленно пришли это сами. У меня же вот здесь получается вот так. Сейчас я вижу, что здесь много бежевого. там тело уже у меня как бы до этого мне казалось оно бежевым. А сейчас когда глаз вот этот бежевый ловит, то я вижу там розовое тело. Вот что интересно. Хотя до этого думала, что оно бежевое, потому что больше теплое она выхватывала. Сейчас, видя здесь теплое, там я вижу только холодное. поэтому вот видите, как цветовосприятие разное в окружении чего-то. А, ну, может быть, да. Смотрите, если представить, что вокруг нее огонь, тогда у куколки номинально тело холодное. Оно отличается, и мы его видим хорошо в этом хаосе. Значит, сейчас я вот это делаю тело ей теплое, и она, представьте, в теплом всем будет сама теплое. Видите, как интересно. Пока вот не начнешь это все рисовать, не поймешь, что ты здесь вообще рисуешь. Значит, что же касается продолжения. Ну, в общем, я сейчас это все сделаю, потом буду его как-то ухолоднять розовым, наверное. Ну, в общем, розовый, разведу розовый с белым, и буду цвет изменять. сейчас я уже не могу остановиться, потому что часть тела у меня уже задан цвет. Если я это оставлю другой, она, естественно, у меня будет. Здесь мы загорели, а здесь нет. Ну, что вот делать? Если так я вывела, значит, так дальше и буду делать. Когда наговариваешь урок, тогда не следишь так за рисованием. Даже не знаю. Вы знаете, большое дело, когда рисуешь вот именно сам для себя. Тогда я опять начала рисовать в Валоприме, то есть я за сеанс нарисовать могла картину, которую я уже начала растягивать в несколько дней. В общем, большое значение имеет разговор и уже когда картина стала мне рисоваться, сначала я рисовала там за один день, например, какую-то картину в этом Валоприме. Потом я стала ее делить на несколько там частей, например, половина и половина. Потом сначала я в день несколько подходов делала. Я не могла сидеть и одна момент нарисовать картину. Вот так уже у меня было. Потом настолько увеличилась у меня продолжительность, что я эту картину начала уже кусками в несколько дней. Потом перерыв между рисованием уже и неделя могла быть. Кусок нарисую и через неделю еще кусок. И в конечном итоге мне стало казаться, что для меня это все сложно уже. Знаете как? Сложно не само рисование сложно, а усталость такая какая-то своеобразная. Я уже думаю, я не слышу там выгорание, как вот говорят, в общем все такое прочее. Я думаю, не слышу по себе, чтобы вот само рисование мне как-то вот там напрягало. Но напрягало, что не знаю, в общем, что не знаю. И что я решила, что это все-таки наверное уже мне это надоело. Вот так решила себе, думаю, ну что там я себе что не мы себе внутри скажем всю правду о себе. Понимаете, что там думать? Да ладно, думаю, ну что-то другое значит надо там шить, там сесть какие-нибудь коврики там еще что. Ну в общем всяко разное. Но значит у меня был сделан перерыв, я не рисовала. Потом произошли события в жизни, которые в общем потребовали от меня отвлечения от своих каких-то ну в общем стрессы называется стрессы и мне захотелось на стрессе рисовать но только вот что попало рисовать что-нибудь или просто это вот это занятие которое очень хорошо выводит не стресс оно выводит нет я не скажу что там что-то от чего-то я избавилась нет все мысли какие они были они есть но знаете вот такой момент когда например в сильном эмоциональном напряжении человек то у него бих идет в голове мысли там все время эта тема крутится 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 и человек перенапрягается я чувствую что мне нужно любимое дело или или причем что люди не помогут и разговоры об этом тоже не помогут мне нужно было бы просто чтобы мозг не думал в этот момент о каких-то ситуациях вот сейчас бы в идеале конечно и ногу здесь нарисовать но ничего нарисую пока тело и знаете вот интересно как рисование оно не выводит со стресса нет но оно дает возможность человеку на какой-то период времени начинать забываться ну надеюсь вы в хорошем в хорошем таком восприятии это примите потому что если у кого-то такие ну и разные жизненные ситуации бывают оно позволяет на какое-то время на какое-то время знаете забыть о том что там тревожит ну просто на секунды сначала на секунды вспомнил не вспомнил вспомнил не вспомнил понимаете оно не оно не лечит психологически оно дает возможность вашему мозгу отдохнуть отдохнуть вот смотрите я развела розовый но он такой темноватый поэтому сейчас этим темным розовым я прокрашу и посмотрю нет он темно нет темноватый по отношению куколке ну к телу поэтому я сейчас им по теневым пройдусь местам в общем я ей жизни придам вот где у ней я вижу красноту мне немножко в этот вот надо добавить розовенького поэтому вот живопись музыка музыка меня так не 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 скажу слово расслабляла нет музыка наоборот во первых когда на стрессе не хочется слушать веселую музыку начинаешь слушать лирическую или там какой-то такой более спокойную а это еще больше как бы настраивает на на жалость вот на жалость ко всему к людям и к себе на жалость настраивает это меня четко четко я говорю только о себе потому что ну кому-то это нужно я знаю кому-то нужно значит именно вот живопись она она не разговаривает как музыка вот музыка она все-таки звуки вот эти знаете всякие а живопись она дает возможность помолчать ну помолчать даже не объясню видите любое слово которое я хочу сказать оно как бы будет ну удивление вызывать у людей у которых этого нет и можно можно знаете так это подумайте что дама со странностями ну вот такие дела значит живопись я включала музыку музыка мне мне какой-то такой настрой задавала определенный и живопись включала отдых голове вот то что мне нужно это отдых от мыслей потому что знаете тут всего хватает кровь и ощущений от болезней и ощущения от всяких потерь теперь я начинаю высветлять смотрите в общем спасибо рисованию вот я через вас спасибо говорю рисование что оно у меня есть вы знаете такое дело большое до того здесь вот хочется розовые почти белые сделать я высветляю постепенно видите мазками но мазки еще имеют полоски полоски от кисти я потом мастихином эти полоски всем разровняю так сделаю сейчас свет почему не включается свет вот вы видите я крашу почти белым но свет не включается почему так кто из вас скажет ну-ка отгадайте правильно потому что у меня нету темноты сейчас если я ей дам черный ну тут конечно нету черного то темнота моментально высветит вот это светлый светлый момент я продолжаю рисовать свет прям вот такими пятнами как я вижу на произведении свет ложится на плечо на скулу что выдается здесь больше всего на вот эту часть лопатки вот это вот это видите из чего состоят вот с таких сарделечек пум-пум здесь в ней свет по верхней части смотрите как красиво да значит вот здесь будет свет потом на ушки ушко еще не нарисовано скула височная часть светлая и скула светлая здесь более темная так теперь я беру мастихин ну с темноту еще не делаю теперь я мастихином должна кисть успокоить то есть я смотрю что мне нужно прокрасить я успокаиваю кисть и одновременно задаю ощущение мазков видите вот как интересно я тоже это делаю первый раз я такое не рисовала ну как я рисовала но там немножко другое там же не произведение ну как бы куклы вдали но что там особого и тоже я их рисовала кистью и это мне смотрите как красиво получается добавлю когда вот здесь создам что-то тогда буду добавлять и сюда какие-то пятна сейчас просто еще свет тень свет тень значит темнота здесь совсем темная я смешаю красный с коричневым то есть сделаю его еще краснее и вот здесь добавлю где вижу сильные пятна видите я добавляю кистью мастихином приглаживаю значит вот здесь ухо где-то и под ухом уже затемнение идет и вот здесь затемнение смотрите я пятнами рисую пятнами это это у нее под шейкой темнота вот здесь идет темнота сильная очень красиво здесь пятнышко здесь пятнышко длинное вот здесь как-то так сделано здесь больше потом сюда еще холодная вот смотрите я добавила красноту сюда ляжет там синий очень хорошо он ляжет здесь все прекрасно видите я создаю вот такой еще не холодный сверху буду мы постепенно нагнетаем свет и тень здесь почти вот я не вижу темноты засвечена рука смотрите как интересно и тоже я мазки должна здесь успокоить мастихином потому что живопись это как бы вся она мастихином рисуется но я ее видите как обман обманываю я рисую ее кистью и потом проглаживаю создавая ровность мастихиновую скула вот так красиво здесь у нее больше вот если мастихином толстый слой добавляем красиво что еще где тут повыше потом синим я добавлю синим синим добавлю синим сейчас я только теплые тона добавляю очень красиво теперь я могу приступать к рисованию волосам значит волосы коричневые но не сиеноженые а убран наверное убран то есть тот коричневый который похолоднее он отличается от тела и поэтому он здесь смотрится красиво значит из коричневых тонов в наличии нужно иметь холодный тон и теплый тон вот сиеноженые мне хватает и второй цвет это так сиена это тоже сиена это сиеноженая это сиена натуральная наверное ну в общем холодный холодный тон здесь нужен всегда в коричневом не получится захолодить например серый сделать из горячего он все равно будет серый но такого теплого оттенка здесь имеет место быть делать теневые черным цветом в волосах но я не буду но это возможно я его сделаю здесь вот теневую синим цветом потому что тоже я вот поступать буду как обыкновенно весь цвет прокрашу таким средним средним тоном средним тоном то есть это вот тут сиена натуральная в общем более холодный коричневый подход может быть любой вы можете пятнами вот так продолжать рисовать например здесь поставить светлое пятно здесь среднее пятно поставить здесь темное пятно мне вот так проще это все равно что я делаю подмалевок что интересно про подмалевки раньше никогда не делала ну так как то считала что я подмалевкам ухудшаю цвет хотя считается что вот знаете когда например всю картину прокрашивают там слегка с добавлением коричневого тона создают такую ее всю коричневую или синюю например там или голубую в общем смотря что рисует и уже после этого рисует рисунок у меня это был опыт когда я занималась смотрела уроки буйко у него он как то так делает а потом рисуется уже свои сюда пион вписывает и я так сделала и мне показалось что у меня потом знаете такое какой то грязноватый белый грязноватый красный то есть это все смешалось с этим коричневым тоном ну как то вот не задалось но прямо несколько лет я это все думаю ну если это не мое ну что его там это все такое все не мое и не мое значит сейчас вот в эту же краску я чуть-чуть беленького добавлю и прокрашу вот здесь свет но у них вот желтый там у меня этот не желтый можно можно конечно поскольку вот у меня желтый только здесь средний добавлю в этот же цвет желтой краски ну как интересно смотрите какое большое здесь все и я решила что как бы вот эти все подмалевки ну вот эти все цветовые такие что это как бы не мое да и все не мое но попались у меня холсты ну мы же как художники мы же не можем ничего выбросить все надо нам в дело и мне попались холсты которые смотрите я проглаживаю опять по этому же варианту сейчас тут этот был немножко то есть как будто бы я рисовала мастихину видите и так же темноту я должна создать так попались мне холсты рисование по номерам и краски шатилы попали ну а дали мне не не схотели рисовать так здесь я добавить должна синего потому что это уже часть вот это холодная очень тут синего пойдет по телу синего пойдет холодная часть будет это совмещение холода и и и тепла показывает нам теневую и световой если здесь холодные то теневая теплая если теневая если здесь теплый цвет тени ну световой теневая холодно наоборот все везде все наоборот если если вот здесь очень темно например то мы свет подкладываем если здесь хотим показать что это светлее это свет в лицо хотя будет одинаково вот здесь одинаково и здесь одинаково и еще даже как бы вот может быть в каких-то случаях еще даже темнее например но мы свет подчеркиваем темноту а темноту светом вот и теневую по сути дела одинаковое вот здесь мы зададим расположением вокруг другим вот если я хочу чтоб волос темно здесь казался значит вот здесь свет подам а если я хочу чтобы у него волос светился и казался совсем белесым вот она вот такая же коричневая до например а я хочу чтобы она выглядела как блондинка значит вот здесь поддам темноту несколько вот тут волос ну как волосиком сверху поддам светлым более светлее здесь что удивительно это вот все равно что вот мы смотрим на платье, которое желтое, голубое, фиолетовое, какое тут бы никакое, а мы его думаем, что она танцует в белом платье, только на нем отражаются световые вот эти пятна вокруг. Вот интересно, правда, вот такая вот игра вот этим... игра. Светом игра. Цветом и светом. Вот что мы делаем. Мы играем. Я может, конечно, тут перескакивать, но не обращайте внимания. Просто наслаждайтесь общением. Я с вами наслаждаюсь, общаюсь. Так что вот большое дело, вот эти все авторы, которые художники, они почти перестают, может быть, рисовать, потому что рисуют на урок, очень много объясняют. И молчаливых вот таких у них уже почти нет. Усталость приходит. Разгружаются там они по-своему, конечно, потом. Но я теперь понимаю, что это не в живописи дело. Как я думала, не в живописи, нет. Не в том, что я рисую, я устала от рисования. Нет, я просто устала от рассказов. Смотрите, очень получается темное добавление. Я просто синего фц зачерпнула, но вы же его знаете, как он как он может все занять, закрасить. Здесь еще нету ни ворсинок, ничего, я общую массу рисую. Смотрите, при добавлении темного цвета, насколько вот это теперь кажется в свету, да? Вот как интересно. Оставлю вот в таких пятнах и даже не буду их мастихином трогать. иначе я их немножко испорчу. Значит, в тело это слишком. В тело это слишком. Я его с красным смешаю. У меня он будет такой, знаете, слегка фиолетовый. И вот здесь вот подобавляю вот этих уже вот совсем усиленных тонов. Но только там, где уже теневая колоссально высвечивается. Это будет фиолетовый тон. И на этот фиолетовый мазками положу уже этот голубой но синий цвет. Это фиолетовый. Фиолетовый вот это вот у нее тут под скулы наиболее темный тон. Ну и потом я его еще прочерчу. И вот здесь у нее как-то темнота. вот вот ну да и глаз вот здесь высвечивает. Смотрите как интересно фиолетовый изменяет рисунок. Интересно, да? Здесь нету, здесь нету. Вот здесь еще здесь много. Еще даже по тональности не поймал. но если вы видите я тональность наращиваю постепенно. Постепенно. Все теперь останется потом голубой тон приложить. Как интересно. Ушко мне нужно. Ушко светлое припадающее прямо вот тут на волосы. тоже можно не мастихином а сделать так ушко светлое а за ушком темненькое. Все белые чисто до этого белого ничего не рисовала. С розовинкой все было все тени с розовинкой. а здесь сейчас скула. скула. Ничего если что поправится. видно видно, что мастихин скулу нарисовал. Так плечо больше. Мазок много нет, потому что здесь будет окантовка белого платья. ну вот вот так. И вот здесь. Ну здесь вот еще не считывается. вот видите мастихин залез куда не нужно. Здесь это будет хорошо видно. И эти вот моменты можно потом рисовать. И на волос белого не наносится, но у ней вот тут ленточка по верху белая. Вот она как легла от мастихина, так она и будет. Потому что волосы я не должна здесь много прокрашивать. И так подбавить. Кисточка помогает тонкие делать моменты. Вот здесь вот чуть-чуть прелесть какая. но свет еще со временем. Когда сейчас вот тут вокруг, тогда и свет. Тогда и свет. Глаз прямо вот чуть-чуть глаз. Пятнышко. Так вот. Итак, сейчас можно перейти к рисованию вот этого части платья. Потому что да, платье буду рисовать. Видите, вот походу само задается. Но наращивать цвет на платье я буду постепенно. платье прокрашу белым цветом. Как я подходила к телу, так я буду подходить и к платью. Белое будет платье и поверх белого я буду полоски цвета вносить. По-другому я никак не добьюсь полосы и белого. Если я начну сейчас, например, вносить белый и желтые вот так полоски, желтые, вот это ошибка, наверное, у многих у вас была. У вас получится невкусно. То есть, знаете, как будто она с тряпочек разноцветных себе платье задала. Нет. Невзирая на то, что здесь голубой, здесь желтый, оранжевый, еще какой-то рисуем белое платье. Точно так же, как мы постепенно подходили к локтю. Ой, к локтю. Думаю, что надо засветить локоть и болтаю. Видите, как вот тело не дорисовано. У нас еще будут пятна, у нас еще будут темнота, вот как на волосиках. Видите, вот под этот темный мы подгоним и вот здесь все, вот под этот темный. Потому что он будет здесь пятнами. Вот, красота какая. И так постепенно, наращиваем постепенно. Продолжение следует... Продолжение следует...